Болонский удилищ Предсовременных тенденций Рыболовного удилища строения До сих пор спрашивают меня Что такое Сабанеев Тензор Но вот я решил снять Небольшой такой обзорчик о них Значит удилища Выпускаются В длинах 5, 6 и 7 метров Имеют средний Быстрый строй Имеют тест 3-15 грамм На бланке написано 3-12 Но можно на это по большому счету Не обращать внимания 3-15 это Золотая середина Веса поплавка С которым она прекрасно работает Значит по области применения Течение Сильное не для нее То есть ее Вотчина Это среднее Слабое течение Это реки Водохранилище с ветровым течением И тому подобное Ну скажем так В рамках теста Но тем не менее Частые случаи Если такие Если рыболов Имеет Хороший опыт То Люди и форель на него ловят И карпика пытаются Вытянуть И в общем то успешно То есть таких на рыбе Поломок За вот несколько лет Я не встречал Значит дальше По поводу оснащения Катушка держатель Хорошая Здесь стоит Надежный Коксин С бегунком То есть сюда Влезают катушки Размера Ну даже не размера Тут большой размер не нужен Но скажем так Катушки практически С любым размером лапок Я бы так сказал То есть потому что Высокая посадка Высокий подъем Да Держателей И соответственно Сюда заходит Практически любая катушка То есть я не помню Даже вот на своей памяти Чтобы какая-то катушка Сюда не вставала Поэтому на это Не стоит обращать внимание Здесь с этим все в порядке Также Держатель славится Своей надежностью Долговечностью Он не боится Ни влаги Ничего Ползунок надежен Металл очень прочный То есть С моей точки зрения Это вот идеальное Сочетание цены И качества надежности Кольца Корбид кремния Никаких Вопросов по ним У людей нет И не было Никогда В общем-то То есть Здесь может Использоваться То есть Леска Любая Фактически Перетираться Они Вставки колец Не перетираются Важный момент То что Высота Лапок Колец Находится На таком расстоянии От бланка И Сами колено Удочки Порезано Так Что Даже В Условиях Влажности Утром Рассатом И так далее Или в дождь Даже тонкие Лески Там 0,12 Допустим Да Там 0,14 На основе Если кто-то ставит Прямо Максимально Деликатная Снасть Они не Прилипают К бланку И не мешают Забросу Даже легких Оснасток Там поплавочка Ну порядка Там Трех грамм Двух Даже грамм На пятерочке Часто я ловлю Два грамма Например Ставлю Вот Плотвичку Такую ловлю Деликатная 0,08 Поводочек У меня Или 0,1 И 0,12 А снова 0,14 Ну в основном 0,12 Даже Вот на пятерочку Я ловлю Поплавочком Два грамма То есть Прекрасно Себя чувствует Как раз Вот она и есть Эта пятерочка Значит Что сразу Хочу сказать Пока не забыл Удочка Комплектуется Вот таким Жестким чехлом Для защиты колец Раньше Они комплектовались Вот таким Мягким Чехольчиком То есть Многие говорят Не подделка Ли то Или это Нет Это не подделка Никакая Это все Оригинальное удилище Также И цвет Вот обратите внимание Вот цвет Верха Вот здесь Желтенький А вот здесь Оранжевенький То есть Это Тоже Никакая не подделка Это просто Скажем так Разные партии Немного Разный цвет Вот И вернемся К чехлу Вот такой Чехол Был И внутри Кто ловил Многие знают Такая неопряновая Втулочка Защитная На первые Три коленца И соответственно Это все Одевается Таким образом И чехол Дальше Застегивается Вот от этого Я решил Отойти И теперь Они будут Поставляться Все Танзора Только с Такими Жесткими Чехлами Давайте Наверное Я Измерю Длину Рукояти И диаметр Потому что Многим Это Интересует Значит По длине Рукояти Мерю До центра Катушка Держателя Семерка 51 Пятерка Пятерка 50 И Шестерка 50,5 В принципе Вот Эта Длина Выбиралась Ребятами Евгением Васильевичем Середой И Многими Чемпионами Наши Поплавочники Тестировали Эти удилища Пока Они не пошли В серию И Вот эти Длины Они были Утверждены Фактически Единогласно Всеми Раболовами Опытными Исходя Из того Что Это Считается Оптимальной Длиной Для Человека В общем-то Средних Габаритов Луруки Длины Рук Для того Чтобы можно было Удобно Упереть Кто ловит Под Локтем Кто упирает В таз Удилище На придержке То есть Это все Позволяет Делать Во всяком случае За все время Я не встречал Что кто-то еще Как-то пытался Переделать Передвинуть Катушкодержатель Туда Или кому-то Было неудобно То есть Вот Эта Длина Она Оптимальна Как бы Для Общей Усредненности Понятно Что Кто-то Там Может быть Найдется Кто захочет Что-то Себе Переделать Значит Диаметры Внизу Катушкодержателя Мерю Семерочка Двадцать пять Пятерка Двадцать один И шестерка Двадцать три и пять Вот такие у нас размеры Значит Что еще сказать Удилище В принципе Универсальный Как вы уже Наверное Смогли догадаться Да По моим рассказам Но тем не менее Требует все-таки Ну немного Аккуратного К себе Обращения Все-таки Это не мощные Палки Из которых Там Карася Или карпа Выдирать Из кустов На нее нельзя Не получится Все-таки Удилище Для белой рыбы Предназначено Хоть и имеет Не хлипкие Не тонкие Стенки А достаточно Прочные Надежные То есть Каких-то там Расщипов И тому подобное Тоже я не встречал То есть Удочка надежна Я как раз Только вот Недавно Получил Завода Новую Поставку Танзоров Поэтому Что называется Они свежайшие Кто хочет Заказывайте На мультифиш Давайте мы Сейчас их разложим Насколько это возможно В условиях Магазина Потрясем Посмотрите Как Что у них Состроим Так Господа Давайте Понагружаем их Немножечко Смотрите Еще какой момент Я вот Хочу сказать Что Распределение Колец На бланке Так называемая Карта колец Высота ножек И так далее Здесь С моей точки зрения Идеальнейшее То есть Лучше просто Не придумать Здесь два Разгрузочных Скользящих Кольца На верхнем Колене И еще Одно Скользящее Кольцо На втором Колене Все это Сделано Для того Чтобы Максимально Распределять Нагрузку На вываживание И забросе Ну В большей степени Конечно На вываживание Рыбы Крупной Да Чтобы Колено Постепенно Передавали Дальше Нагрузку Да Постепенно Прогружались И так далее Ну давайте Начнем Значит Пятерка Смотрите Вот такой Сейчас мы его Нагрузим И еще разочек Строй Посмотрим Видите Какой бланк То есть Она легчайшая Я вот сейчас Смотрю Просто как Пушинка Угу Так И вот я Потрясу Смотрите Как она Останавливается То есть Видите То есть Мгновенная Остановка Абсолютно Да То есть Как такая Пика Маленькая То есть Очень быстрая Очень легкая Безумно Сенсорная Палочка То есть Там Когда ловите Есть там В лесочку Там кто-то Даже Какая-нибудь Водомерка Вам попадает Бьет Это все В руку Передается Просто Мгновенно Там даже Камарик Сядет На удочку То есть Кто вот Танзорами ловит Тот только Подтвердит Эти моменты И еще Семерка Семерка Кстати говоря Прекрасно Подходит Под Аку Под Волгу Да Шестерки Туда В некоторых местах Маловато А вот Семерки Туда Люди Берут Буквально Сотнями Да И очень Довольны Ну вот Строй Такой же Средний Быстрый Я бы сказал Ближе К быстрому За счет Достаточно Дорогого Уголечка Она Скажем так Быстро Замедляется Быстро Приходит В первоначальное Состояние Да И верхняя часть Позволяет Ловить на Жесткой Придержке Вот такой Строй Да И Подобранные Диаметры Колен Правильно Здесь Позволяет Что сделать Когда вы Жестко Держите Да Если будет Боковой Ветер Порывы И так Далее Они Чтобы вас Не подергивал Порыв ветра Поплавок На натянутой Леске То здесь Понятно Что Здесь такого Не будет Да Но понятно Что если Это там Не штурмовой Какой-то Порыв Ну вот Смотрите Вот опять То есть Жесткие Жесткая Палочка Хлесткая Да И тут же Она Вот она Встает Ну и Семерочку Следующая У нас На очереди Ну вот Я пока Смотрите Сейчас попробую Вдоль камеры Ее поставить Видите Она практически Чуть-чуть Там Совсем В самом Начале Клюет Носом Немножечко Совсем То есть Строй Многие Мне говорят Нет Это Быстрый Строй Но я Был бы Сказал Что все-таки Средний Быстрый Ближе К быстрому Потому что Я палки Быстрые Держал Это Вообще Пики Да А здесь С моей С моей точки Зрения Это Как раз На вываживании Хорошо Отработает Рывочки Отработает Да То есть Ну и Палочка Такая В рамках Своих Тестов Ну Я знаю Я вот У нее 18 грамм Например Ставил По половок Там 20 грамм Даже Было Такое Дело Держит Она Не заваривается Да Но Вот Видно Что Она Уже Вот С Вот Я Достаточно Сильно Вверх Тащу И Смотрите Вот Такой Вот Строй То есть Сами Понимаете Это Для Течения Да Хорошая Болоночка Но Не Для Сильного Очень Течения Да Вот В рамках Теста Но Я бы Брал Даже Если У меня Предвижу Вопросы Что Если Будет У меня Там Поплавок 15 18 Грамм Пойдет Ну Скажем Так С головой Да Пойдет 15 18 Будет Держать Все Да Вот За 20 Уже Я бы Не Стал Дальше Уже Фотоны Пошли Вот Фотон Бола Да Это Вот За 20 Грамм 18 20 25 22 Это Вот Фотоны Здесь Оптимально Это До 18 Грамм Ну Как Вы Видели Достаточно Интересный Строй Приятный Очень Практически Быстрый Да Все Удилища Есть В наличии В Мой Магазин Мультифиш Заказывайте Менеджеры Профессиональные Подберут Вам И катушку То есть В этот Катушкодержатель Я Вначале Не Сказал Подходят И Инерционные Катушки И Безинерционные Вот Давайте Вот Допустим Эта Катушка Достаточно Последняя Нельма Очень Популярная Катушка Здесь Кстати Гля В комплекте И масло К ней Да Все Инструменты Ключ Для Смазки Вот Можем Поставить Катушечку Сюда Вот Смотрите Вот Она Вот Так Полдня Может Крутиться То есть Все Очень Хорошо Заходит Держатель Мягкий Подвижный Ну Допустим Вот 3000 По У меня В руках Про Карпро Так Ну Вот Точно Так же Видите Заодно Движение Никаких Проблем Нет По рекомендациям Катушек Ну На Семерку Это 34000 Дальше Шестерка Это В районе 3500 2500 Ну И Соответственно Пятерка Это Полторы 22500 Пашамана В принципе Дорогие Катушки Брать На Болонки Не Нужно Абсолютно В большей Степени Это Хранилище Лески Не более Того Поэтому На что Стоит Обращать Внимание Наверное Это На Плавную Гладкую Работу Фрикционы Если Это Безинерционные Катушки Ну В общем То И Все Ну На этом Чуть Рекламы Понимая Что Сех Она Достала И так Дали Но Здесь Объективная Информация Заказывайте В Multifish Вы Сможете Получить Две Запчасти В год Бесплатно В период Проведения Акции По программе Лояльности У вас Будут Лучшие Условия При покупке В фирменном Магазине Официальном Магазине Сабаниев И других Фирм Мы сейчас Например Продукцию Cadence Представляем Это единственный Магазин В России Где Есть Полностью Вся Продукция Cadence Ну Это Маленькое Отступление Ну В общем-то Спасибо вам За лайки Обязательно Подписывайтесь На канал Всего вам Доброго И до новых встреч Продолжение следует...